С гандбольной командой «Звезда» мы встретились накануне отъезда в Швейцарию, где спортсменкам предстояло сыграть с местным клубом «ЦУГ». С утра была теория – разбор игр с участием соперника. Ближе к полудню девушки вышли на поле. Участие в Кубке Европейской Гандбольной Федерации для «Звезды» – событие значимое. Главный тренер Алексей Гумянов четко ставит задачу – выйти в групповой этап. Наша команда подготовилась очень тщательно к чемпионату. Мы сделали сбор сначала в Подмосковье, в горизонте у нас здесь. Затем мы выехали на сборы в Евпаторию, в Крым, в наш любимый Крым. И, честно говоря, база в Евпатории очень хорошая. После этого мы съездили на турнир в Чехию, где заняли второе место. Отыграли с чемпионами стран Германии, Белоруссии и Чехии. И после этого приехали, отыграли еще турнир в Астрахани, где заняли третье место. Пройдя летние сборы и частичное обновление, «Звезда» вступила в борьбу за призовые места чемпионата России. Команда уже провела два домашних матча. Крайний с действующим чемпионом – клубом «Ростов-Дон». Сражались отчаянно, но уступили со счетом 24-29. По именно накалу, по самоотдаче вообще нет никаких ни претензий, ни нареканий. А вот технико-тактическое мастерство нас подвело. Много было нереализованных моментов. То есть вроде бы и создавали, но не реализовывали. Вот над этим надо работать. Во втором тайме, мне кажется, после перерыва, более-менее пришли в себя. Тренер нас встряхнул. И, в принципе, мы начали свое забивать. Но все равно были потери. Без ошибок, я думаю, все равно никуда. Анна Богдашева в составе «Звезды» играет третий сезон. Победительница «Универсиады», серебряный призер чемпионата Европы, а также первых летних Олимпийских игр уверена, что в новом сезоне «Звезде» удастся вырваться в лидеры национального состязания. Пока подмосковный клуб входит в пятерку сильнейших команд России. Надо где-то быть поувереннее в играх, где-то понаглее. И всегда играть, стараться командой. Не то, что там каждый сам за себя хочет забить, показать, а играть именно одним целым быть. Гостевая встреча со швейцарским клубом завершилась победой «Звенигородский гонболисток» 23-28. Уверена и точно. А с 17 сентября два игрока команды, Ирина Никитина и Валерия Ганичева, были вызваны в национальную сборную в Новогорск, где ведется подготовка к чемпионату Европы. Также российская команда проведет тренировочный сбор в «Звенигороде», а после отправится в Германию на два товарищеских матча. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.